Продолжение следует... В моей голове такого не было, но это сделал Господь. Слава Ему! Слава Ему! Я хочу повторить слова, которые Он мне сказал. Много народа моего, которые там живут, они отступили от правды, сошли с дороги. Ты поедешь туда, я буду говорить народу, и я буду на устах твоих. И они услышат и обратятся с их ревностью. Я помилую их. Слава Богу! Вот какая причина того, что я здесь с вами на этом месте. Враг в моей душе не хотел, чтобы я здесь был. Он много ставил препятствий дома. И здесь, в Америке, вы видите, какие у меня очки синие. Вы видите, какие у меня губы. Это все его работа. Он подставлял мне свои ноги, чтобы я падал, чтобы я лежал там где-нибудь в доме. Но Слово не говорил. Но Бог, в Которого я верю, в Нем есть сила, которая проверяется в нашей груди, в устах. Она заставляет нас говорить. Слава Ему! Я благодарю моего Бога. Это и счастье большое, дорогие братья и сестры. Я очень вас люблю. Слава Ему! Может, кто уже и не помнит меня, из тех, кто с Луцка, с Волыни. Но вспомните времена, когда мы были вместе и делили Словом Божиим. Как нам было хорошо. Я не могу забыть... Сегодня я спрашиваю у брата, «То много львовских?» «О, много!» Я сегодня чувствую себя, как бы находясь во Львове. «Не в Америке у вас. Я во Львове. Слава Богу!» «Вы мне такие родные и близкие. Я хотел бы, чтобы и я был бы вам таким. Родной и близкий ваш брат во Христе Иисусе, чья кровь омыла меня и вас вместе, дал нам доступ к великой Божьей благодати, где мы можем с вами окунуться, очиститься. Слава Ему!» Аллилуйя! Нас собрал Господь на этом собрании, чтобы мы очистились Его благодатью, Его силой Святого Духа. И перед этим мы должны были быть у вас... У нас есть пророки, они далеко живут, но оставили записочку такую, чтобы вы имели видение от Бога. Они всю ночь молились за нас, и говорил Господь так. «Не проповедуй им об исцелении, а говори о покаянии, я душу хочу их спасти, а не только дела». Слава Богу! Мы с вами только говорили о том, как идти на Голгофу. Мы сейчас идем с вами на Голгофу. Там крест Его, страдания Его, там есть сила, которая очищает нас, омывает нас. Слава Ему! Счастлив тот человек, который попадает под ручей крови Его Святой. Готовьте себя завтра при части, чтобы когда вы будете брать тот хлеб и брать вино, чтобы оно было тело Христовым на ваших устах, чтобы оно было у вас кровью Христовой, когда вы будете Его пить с чашей губами своими, чтобы вы не были осужденными насмерть, когда вы будете недостойно принимать причастие, но чтоб имели вечную жизнь. Слава Ему! Я не знаю, почему я начал сейчас это говорить. Я хотел читать Слово Божие, а уже не могу. Смотрю на вас. Здесь у меня вулкан целый. Я, чтобы мог открыть свою грудь, смотри, мой брат и сестра, как я люблю тебя, как любит тебя Господь. Слава Ему! Аллилуйя! Как мы часто не понимаем голос Святого Духа. Он говорит к нам. Иногда не вечная речь с кафедры. Простая, незаметная. И мы опускаем головы, лучше бы ты не говорил. Тут можно найти для себя что-то полезное, что-то доброе. Слава Ему! Аллилуйя! Когда Бог наш не закрыл уши свои на молитвы, которые здесь были, как вы исцеляли, как вы думали о своем будущем, думали о своих детях, куда они пойдут, где они будут, как прожить приходу Господа. И никто не знает, когда Он посетит вас. Слава Ему! Аллилуйя! Из милости своей Он посетит к вам. Аллилуйя! Из милости своей. Не за ваши заслуги. Нет. Из милости своей, из любви своей, на ладонях Его ваши имена, Он мог бы и забыть, но Он не может забыть. Не может. Потому что видит вас на ладони своей. Слава Ему! Может быть, ты споткнулся, ушел в сторону, зашел в дебри, но Господь из милости не хочет, чтобы ты зашел дальше. Он тебя купил, ты Его. Слава Ему! Знаете, не так далеко мы шли по дороге на это собрание. И я так, я так смотрю, какая-то милость Божья. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Ему! Слава Ему! Когда я проходил между людей, женщина встала, взяла меня за руку. Брат, помогите! Я умерла духовно. Я смерти себе ищу. Чего? Чего ты смерти ищешь? Я хочу умереть, потому что грех мучит меня, и я не могу жить дальше. Что за грех, скажи? Я мать троих детей, но я блудница. Я делаю то, что Бог не говорил мне. Я с другими занимаюсь любовью. И вот сейчас у меня нет выхода больше, как только идти в ад. Есть выход, я тебе говорю. Хрёв Христа, она омоет тебя. Слава Ему! Как она упала головой к моей груди, моя рубашка была вся мокрая от её слёз. Я прижал голову к своим плечам и стал молиться. Сначала была дрожь большая. Бог вытряхивал её грехи. Потом радость, радость. она подняла глаза, начала руку мою гладить. Ой, как я счастлива, что встретилась с вами, потому что у вас есть Бог. Я свободна. Как легко, как хорошо. Скажите, не из милости ли это делает Бог? Слава Ему! У нас была конференция тоже в штате для молодёжи. И тоже была исповедь. У меня полконференции ушло на исповедь. Бог наполнил Духом Святым всю конференцию. И я помню, как один юноша подошёл до меня и говорит, «Я сегодня хотел повешаться. Я приготовил уже верёвку. Вот до чего довёл меня грех». И я не знаю, могу ли я найти спасение или нет, но слышал, что люди исповедуются. Думаю, и я пойду. Он встал и смотрел на меня такими стеклянными глазами. Я вижу, что дьявол похитил его разум. Сын мой, говорю, есть милость у Бога. Есть милость у Бога к тебе. Бог грешников любит грешников. И таких, как ты, тоже любит. Любит меня? Любит. Он приклинил голову на мою грудь. Я его обнял, как родного брата. Скажу вам, какая любовь проявилась к этому человеку. Хотя он такой грешный. И он громко зарыдал. Зарыдал. Начал славить Бога. Величать. Встал. Обнимает, целует. Где попало. Одежда, не одежда, целует. Бог простил его грехи. Бог дал ему жизнь. Слава. Слава ему. Как говорят братья там у нас. Брат, ты бы с нами поехал в тюрьму. Воля то воля, но без воли столько людей. Поехал бы ты с нами в тюрьму. Говорю, поехали. Взяли машину и поехали в тюрьму. Эта тюрьма в Тернопольской области. Такое есть село, Польск. И там большая тюрьма строгого режима. Когда мы ехали туда, брак рассказывает. Ты знаешь, брат, издеваются над теми тюремщиками. Есть такая организация ОМОНовская, которая издевается над ними, дразнит их, бьют как собак, избивает палками, ломает им кости и на них тренируется, как бы они действовали где-то там на воле. На этих бедных тюремщиках. Брат, пусть Бог даст тебе слово там. Мы будем молиться. Поможем, чем сможем. Мы добились, чтобы нам дали пропуск. И нам дали его. Когда я зашел через железные ворота, первые, вторые, третьи, четвертые, столько замков, как на змеях. Такие клетки железные, где их там сажают, этих бедных узников. Мы зашли в середину того лагеря. Охрана возле нас стоит. Мы зашли в комнату к этим узникам. И я вспомнил слова апостола, который говорит, не законом, но силой его. И я сразу начал проповедовать им о Святом Духе. Потому что сила, которая есть у Бога, это Дух Святой. Как они изменились. Как они изменились, остановились. Все начали плакать. Плачут. Я не выдержал. Из них один атаман, из этих тюремщиков, такой сильный. Руки расставил. С одной стороны взяли его два узника. И с другой стороны держали его руки. Такой он сильный. Он подошел ко мне близко и стал возле меня. И говорит, я могу прийти к покаянию? Бог может спасти мою душу? Может. У меня даже ведь семьи нет. Я не знаю, где моя жена. Я не знаю, где мои дети. Я уже сидю столько лет в этой тюрьме. Неужели Бог может помиловать? Может. Может. Дух Святой, который пришел на землю, не мучает людей, а исцелять, спасать. Дух Святой может войти в твое сердце и сделать тебя новым человеком. Может. Пускай сделает. Я поднимаю руки. Я вам говорю, он как снег упал на землю. И слышу, говорит на иных языках уже. А пол весь мокрый. Увидели и те узники тоже. И только со стенок, со скамеек летят. На пол падают. Бог крестит Духом Святым одного за другим. Халлилуйя! Слава Ему! Халлилуйя! Слава Ему! Поднялись, плачут, обнимаются, целуются. И это делает Дух Святой. Это делает любовь Господа Бога нашего. Слава Ему! И делает тем людям, которые не в оковах, которые на воле, люди, которые для Бога в песнях, в делах, жизнями своими, Господь, тем больше для вас сегодня дает возможность. Халлилуйя! Предоставляет такую возможность. Приходите, никто наказывать не будет. Никакой грех не накажет, когда человек кается, а покаяние дает Бог. Халлилуйя! Когда Бог дает покаяние, то кто тебя человек может наказать, когда Бог прощает? Слава Богу! И не бойтесь! Не бойтесь за свою душу перед Ним! Так написано! Слава Богу! Халлилуйя! Мы бы хотели с вами еще молиться. Хотели бы. Мы просили Бога, чтобы прощал их волю. О, Бог! Дети Божьи! Он так делает. Где мы были, Бог много исцелял на тяжких болезнях ваших со Львова, там, в штате Вашингтона. Когда я был, там одна женщина со Львова. Когда она была во Львове от мякушки головы до подошв ног, Бог исцелял разные болезни. И она думала, что тут в Америке есть врачи, которые вылечат. Она переехала сюда, но ничего не нашла. Не нашла тех врачей. Она была там, на собрании в Волынской церкви. И она подошла наперед вместе со всеми людьми. Мы не знали, кто что ожидает. Мы возлагали руки. Повелевали убраться болезнью. И передо мной стал один молодой парень. На один глаз видел, а на другой нет. Я вижу, эта мать не имеет веры, но она хочет иметь, но нет. Я правда сказал, что через два дня этот паренек будет видеть и этим глазом. Я не знаю, почему я так сказал, но я высказался так. Они приняли веры, и той же ночью парень лежал и ждал, пока ему Господь откроет глаз. Ждал, ждал, и дождался. Он уже не мог дождаться утра, и проснувшись, открыл глаза, они видят. Слава Ему! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Ему! Скажите, наш Бог есть добрый! Аллилуйя! Милость большая! Слава Ему! Слава Ему! Кто собирается, как и написано, что когда соберетесь передо мной, то я приму вас, чтобы покаяться во всех проступках, у своих злых деяниях. Это не страшно. Но когда будет суд Божий, когда тебя призовет Господь уже на свой суд, тогда будет поздно. Поздно! Тогда будет. Сегодня есть время. Есть время. Такое. Ваше желание. Мы хоть и посидим до ночи немного, но я хочу побыть с вами в таком случае, чтобы Бог мог простить ваши грехи. Слава Ему! Ой, какой наш Господь! Я хочу вам сказать, пару таких примеров и Слова Божьего, и наших дел, апостольских дел. Я очень много уже пережил Божьей силы на земле. Очень много. Такое село, Гараймовка, там недалеко от нас, километров 60. И я вам хочу сказать, что там поверила одна женщина. Поверила. Отдала сердце свое для Господа. Но муж был занят дьяволом. Он был крепким пьяницей. Он ее бил, когда она приходила с собрания. Брал закос и бил головой об стену. Он был палками. Была зима холодная. И в ту холодную зиму он ее выгонял в одном платье из дома. И она шла в сарай с соломой и там ночевала. Что только не делалось, не дьявол. А потом взял, облил ее бензином и поставил на расстоянии двух-трих метров целую, взял целую коробку спичек, взял, подпалил и кинул на нее. Сено все сгорело. Я говорю вам перед Богом, пачку спичек выкинул, но не запалил. Факел живой. Не запалил. Аллилуйя. Огонь не взял ее. Божий огонь погасил тот огонь от дьявола. Слава Богу. Аллилуйя. Жил Господь. Слава Ему. И через несколько дней этот муж сам пришел на собрание. Он сказал, твой Бог сильнее моего и я пойду. Сколько мучился дней, то придет, то уйдет, то переступит порог и уйдет. Никак враг не давал. Но он не устоял перед Божьей силой Святого Духа, когда позвали его. Он стал верующим. Слава Богу. Аллилуйя. Помни один случай в одном селе Карпилка. Когда мы были в собрании, в том собрании обратила женщина. Брат, я хочу с вами прощаться. Сегодня мой муж убьет меня. Сказал, что зарубает или же повешает. И я так встал. Прощаешься, сестра? Да, теперь меня никто больше не увидит. Я знаю, что он свое слово сдержит. Давайте помолимся за нее, чтобы Бог встал в защиту. Мы сильно молились за эту женщину. Молились. Иди, не бойся. Иди, Господь с тобой. Она пошла. Она пошла. А муж в тот час готовил топор, положил возле себя. Лег и лежал, ждал жену, чтобы ее пытать. Он начал думать, нету что-то ее долго. Не мог дождаться, чтобы сделал ей что-то. Забил пока большой гвоздь. Кинул веревку, чтобы тянуть ее. Не знал, что делать, и вдруг видит перед собой появился облик, облик Иисуса Христа. Стоит перед Ним и говорит Ему, что ты вздумал делать? Я есть Господь. Я отдал за нее свою жизнь, свою кровь и свое сердце. Что ты думаешь сделать с ней? Он когда услышал голос этот на месте, в котором стоял, упал. Христос стоял, а он плакал. Ноги целовал, обнимал его. В то время женщина слышит крик в доме. Что за крик? Открывает двери, а он молится. Она не видела Христа, только мужа своего молящегося. Прости меня, Боже, прости меня. Там, где она, там и я буду. Прости, прости. И они стали на колени вместе и стали благодарить Бога. пришли вместе в собрание. Слава Ему! Вот какой наш Господь! Слава Ему! Мы часто говорим, что не стоит тот или иной человек. У нас есть такие дети или же такие мужья, которые так поступают. И говоря, не будет уже жизни. Не будет. Нет смысла уже за них молиться. Нет. Молись за Него! Молись! Бог имеет веру! Слава Ему! Разве вы не знаете, когда Господь говорил через ангела Своего, Марию и Иосифу, когда он был зачат, придет Христос спасти своих. Слава Ему! Мы Его! Мы Его! Аллилуйя! Слава Ему! Вот и сегодня Он хочет нас спасти. Аллилуйя! Слава Ему! Сейчас будем молиться. Будем молиться. Что вы хотите от Бога? Говорите. Что вы хотите? Бог все сделает. Что вы хотите? Жду. Есть болезни в теле. Знак того, что Господь сегодня есть с вами в этот вечер. Я прошу, выходите наперед, будем молиться за всех больных. Выходите. Верьте. Верьте, что Бог есть тут. Аллилуйя! Он есть живой, неизменный. Он сказал, просите, и дано будет вам. И будет вам, что не попросите. Аллилуйя! Я не говорю вам, что вы все будете исцелены, потому что не знаю ваших сердец, как вы живете, как вы перед Богом ходите, но я знаю в Господа, Который я верю. Он сделает эту работу. Аллилуйя! Выходите ближе сюда, ближе. Дайте пройти, сделайте проход. Не бойтесь. Сегодня Он еще не как судья для вас. Слушай, Дух бедный, тебя Иисус зовет, слушай Его нежный голос. Он за тебя выпил чашу всех невзгод, только слушай Его голос. Слушай Иисуса голос, слушай Иисуса голос, слушай Его нежный голос, слушай, слушай, слушай Его. Счастье и радость здесь будет твою ген, только слушай Его голос. В Духе Святом обретешь ты много сил, только слушай Его голос. Если в друге путь порой, скоро он скоро стрек, все Иисусу расскажи, все у ног Его сложи. Слушай Иисуса голос, слушай Иисуса голос, слушай Его нежный голос, слушай, слушай, слушай Его. Если порой искушенье не смущен, слушай Иисуса голос, все верь Ему, Он помочь всегда готов, только слушай Его голос. Кто с Иисусом жизнь прожил, а Бог на Нему служил, кто с Ним будет царствовать и на Небе обитать. Слушай Иисуса голос, слушай. saving нас, что! Слушай Иисус! у кого С ини Митопа зовут, я! Слушай, что? Слушай,